Рухнуло здание милиции, страшное ДТП с детьми, мосты не выдерживают ливней. Подробнее об этом и не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом или комментарием. Возле поселка Партизанский Вилейского района автобус с детьми врезался в легковушку. По информации УВД, водитель автобуса во время неудачного обгона молоковоза, выехал на встречную полосу. Затем возле перекрестка транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем. В результате аварии автобус съехал в кювет и перевернулся на бок, при этом 22 пассажира, 11 детей-инвалидов и 11 взрослых, которые находились в нем, не пострадали. А вот 27-летнюю беременную водительницу легковушки спасателям пришлось деблокировать из салона. С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, перелом локтевой кости и рваная рана голени женщину доставили в одну из минских городских больниц. Кроме того, в аварии пострадала дочь автоледи. Однако после медосмотра ее отправили на амбулаторное лечение. Во время ремонтных работ обрушилось здание бывшего РОВД Центрального района Гомеля. Инцидент случился в то время, когда на кровле строения оставались складированные строительные материалы, а фасад был огражден. Разборами обвалившейся части здания занимались работники МЧС. Движения на прилегающей территории улицы в это время перекрыли. По данным местного интернет-ресурса, причиной обрушения стали действия нового собственника объекта, который решил проводить ремонт без проведения экспертизы. Предприниматель хотел сэкономить и старое здание перестроить в торговый центр без серьезных затрат. Теперь законность ремонтных работ будут проверять чиновники. Отметим, что в 2020 году райотдел милиции на улице Крестьянской стал местом пыток гомельчан, задержанных во время мирных акций протеста. Многие покидали его с многочисленными травмами. В Гродно после прошедших ливней начали разрушаться укрепленные бетоном откосы вдоль реки Городненчанки. Ремонт на мосту на улице Рыбацкой закончился чуть больше месяца назад, однако временное движение по нему открыли раньше, еще в прошлом году. При этом вскоре появилась необходимость укрепить русло реки по 300 метров с каждой из сторон, поэтому в проект пришлось вносить дополнение. Во время работ специалисты разобрали конструкции мостового сооружения, вырубили деревья, отремонтировали береговые опоры, укрепили откосы с верхней и нижней сторон моста. Но прошли обильные осадки, поток воды в Гродненчанке значительно увеличился и укрепленные откосы в результате не выдержали. В детском реабилитационном центре «Сосновый Бор», который расположен в Брестской области, выявили норовирусную инфекцию. В результате семерых ребят из 115 постояльцев пришлось поместить в изолятор. Также заболели четыре работника пищеблока, их временно отстранили от работы, а всех остальных обеспечили средствами индивидуальной защиты и усилили режим дезинфекции. У всех пациентов наблюдаются клинические симптомы, однако их состояние оценивается как удовлетворительное. Отметим, что норовирус – это острая кишечная инфекция. Основными путями заражения является употребление немытых овощей и фруктов, зараженной воды, а также контактно-бытовой, когда вирус передается через посуду, предметы быта и немытые руки. Признаки заболевания обычно проходят сами в течение дня или нескольких суток. В Могилеве водитель маршрутного такси настолько активно говорил по телефону, что почти не держал руль. При этом мужчина был еще и не пристегнутым. Происходящее снял на видео один из пассажиров, разместив затем ролик в соцсетях. На кадрах видно, как, не стесняясь пассажиров, водитель выясняет отношения по мобильному телефону, управляя одновременно транспортным средством. Он так активно жестикулировал, что порой надолго отпускал руль. Госавтоинспекция быстро нашла нарушителя. Им оказался 42-летний житель областного города. В результате мужчину привлекли к административной ответственности. В лесополосе возле Борисовского микрорайона Ледище-2 появилась свалка из арбузов. Местные жители стали публиковать фотографии выброшенных бахчевых ягод в соцсетях. Новость активно обсуждалась. В результате Раинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды быстро среагировала, передав информацию лесхозу. И уже к вечеру все арбузы убрали. Однако нашли ли виновника, организовавшего стихийную свалку, неизвестно. По закону за загрязнение леса для индивидуальных предпринимателей штраф составляет до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц до 2 тысяч рублей. В Гродненской области продавались опасные детские игрушки. При проверке выяснилось, что уровень вредных веществ в них зашкаливал. Обнаружили сомнительные товары инспекторы госстандарта в ходе контрольных мероприятий. Исследовав игрушки и набор для лепки, специалисты пришли к выводу, что уровень химических веществ формальдегида и фенола превышен в десятки раз. В торговых объектах инспекторы также выявили погремушки с недопустимой краской. В итоге Государственный комитет по стандартизации все сомнительные игрушки запретил возить и продавать на территории нашей страны. А токсичные товары для детей внесли в список опасной продукции. На Гродненскую область обрушились бури, ливни и грозовой фронт. В МЧС поступали сообщения о падении деревьев в Волковыском, Вороновском, Гродненском, Лицком, Новогрудском, Ошмянском и других районах. В результате непогоды в Слониме оказалась повреждена кровля одного частного жилого дома. Спасатели зафиксировали 39 фактов падения деревьев. Одно из них рухнуло на автомобиль. К счастью, люди при этом не пострадали. Сейчас работники МЧС распиливают и убирают упавшие и аварийные деревья. В 67 населенных пунктах области нарушалось электроснабжение. Для восстановления задействовали аварийные бригады электросетей. В ближайшие дни синоптики также прогнозируют шквалистый ветер. Спасатели рекомендуют во время бури плотно закрывать окна и двери, а автомобили ставить в гараж или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите навесные сооружения, надломленные ветки деревьев и линии электропередач. По мере возможностей откажитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице. В Гродно правоохранители задержали местного жителя, который снял очередь в отделение ГАИ, где ставят на учет автомобили. Мужчина выложил видео в ТикТок, после чего за ним пришли силовики. Как выяснилось, очереди в ГАИ собираются в связи с тем, что водители хотят быстрее переоформить автомобили по новым правилам для въезда в Польшу. Но мужчину в итоге обвинили из-за множества негативных комментариев пользователей соцсети, а также за то, что видео перепостили так называемые экстремистские телеграм-каналы. Силовики заставили мужчину записать новое видео, в котором он раскаивается за снятый ролик и просит прощения у сотрудников ГАИ за вызванные неудобства. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарий и поддержи работу нашей команды донатом. Только делать это можно, если вы находитесь за пределами страны. До встречи завтра и Живее Беларусь!